Здравствуйте, уважаемые коллеги. И, как вы видите, рост заболеваемости прогрессирует, то есть увеличивается из года в год. Если посмотреть на возрастную статистику этих опухолей, мы видим, что в возрасте 50-54 года есть резкий всплеск практически в два раза увеличения заболеваемости колоректальным раком в популяции России. Если посмотреть, как развиваются эти опухоли, то есть обратиться к natural history рака толстой кишки, мы видим, что из одноматозного полипа, то есть доброкачественного образования, через карциному инситу до инвазивной карциномы опухоль развивается в течение 10-15 лет. Задача скрининга – найти именно вот эту предраковую патологию, то есть одноматозные полипы, но в крайнем случае карциному инситу. То есть это та ситуация, в которой мы можем пациенту помочь и полностью излечить его от рака, либо не дать этому раку развиться. Если вернуться к вот этой статистике, видно, что с учетом natural history наша задача начинать скрининг, сдвигать эти границы, начинать его не в 50-54 года, а сдвигать с учетом развития предраковой патологии на 10-15 лет, то есть 40-45 лет. Это идеальный возраст для выявления предраковой патологии и предотвращения развития колоректального рака. Если посмотреть на мировые тенденции, то уже сейчас в американских гайдлайнах определяется смещение даты начала скрининга до 45 лет. В нашей стране это пока 50 лет. Задача скрининга, еще раз повторюсь, это очень важная мысль, найти именно предраковые новообразования, а не инвазивный рак. Именно потому, что выявление и удаление адноматозных полипов, доказанное просто огромным количеством публикаций, ведет к значимому снижению заболеваемости и смертности от рака толстой кишки. Соответственно, мы должны найти полип, удалить его и не допустить развития рака у этого пациента. Золотым стандартным диагностикой является колоноскопия. То есть скрининг первого этапа, первого уровня, это является выполнение колоноскопии всей популяции, достигшей определенного возраста. Потому что только на колоноскопии мы можем найти вот такие малозаметные образования, плоские образования, которые имитируют складки, плоские образования, которые являются уже адноматозным полипом, либо и вовсе ранним раком толстой кишки, которые не дают никаких естественных симптомов. Пациент никак их не ощущает, и это только в рамках скрининга можно найти на ранних стадиях вот такие образования. Если обратиться к чувствительности других скрининговых систем, то самый чувствительный метод – это иммунохимические количественные тесты на скрытую кровь в калии. И они, посмотрите, показывают чувствительность в случаях аденом от 0 до 60%. Понятно, что если там мелкая аденома 5 мм, которая может развиться в рак, но она не выявляется ни одной, даже самой чувствительной системой по выявлению скрытой крови в калии, потому что она просто-напросто не кровит. И единственная область применения вот этих скрининговых систем – это уже рак толстой кишки. Чаще всего это уже прогрессивный рак толстой кишки, у которого действительно происходит активный ангиогенез, травматизация поверхности и выделение крови в просвет кишки. И да, в этой ситуации, конечно, этот тест будет высокоэффективен. Но наша задача – предотвратить развитие как раз-таки вот этих прогрессивных форм. Если обратиться к данным о КТ-колоноскопии, то есть лучевой метод исследования, чувствительность метода также зависит от размеров и формы образований. Он от 45 до 97%. То есть если есть уже крупное образование, если есть образование, которое сильно выступает в просвет толстой кишки, да, КТ-колоноскопия, конечно, его заметит. Но есть ограничения метода. Для мелких плоских образований эта методика не будет очень чувствительной. Кроме того, требуется очень ответственная подготовка к исследованию. То есть не должно быть остатков содержимого кишки на стенках, потому что они будут имитировать образование. Это дополнительное ионизирующее излучение. И при любых находках мы назначаем повторную подготовку и колоноскопию с целью разобраться, что же там за патологию нашли на КТ. То есть это удвоение подготовки, удвоение стресса для пациента. И зачем это делать, если все равно придется делать колоноскопию. По данным Росстата на 2021 год из населения больше 146 миллионов возраста 50 лет и старше достигло около 50 миллионов человек. И ясно и понятно, что модель скрининга первого уровня, когда всем пациентам этой группы мы назначаем колоноскопию, провести на данный момент невозможно. Потому что финансовые экономические возможности в нашей стране и ресурсы в нашей стране, недостаточная обеспеченность эндоскопическими стойками и эндоскопической службой, она не позволяет всю эту когорту пациентов проскринировать методом колоноскопии. Соответственно, в рамках настоящей ситуации мы вынуждены уменьшать эту группу за счет выделения групп повышенного риска, то есть более узких групп риска. И модель скрининга на данный момент выглядит следующим образом. Мы берем всю популяцию людей от 50 до 75 лет, плюс группы риска, то есть те пациенты, у кого есть какие-то генетические предпосылки к развитию рака толстой кишки. Всем пациентам выполняется тест на скрытую кровь, тот или иной, в зависимости от региона. У пациентов, у которых мы выявляем скрытую кровь в кале, выполняется колоноскопия для уже прицельного изучения патологии, выявления ее и лечения. И, к сожалению, даже вот у этой узкой группы не все из этих пациентов приходят на скрининг, приходят на скрининг у колоноскопии в итоге. И очень сложно убедить пациента в необходимости этих процедур. Кроме этого, колоноскопия является высокотехнологичной методикой обследования толстой кишки, и не любая колоноскопия является скрининговой. В настоящее время описываются интервальные раки до 9% по данным разных публикаций. Это значит, что у пациента, у которого была проведена скрининговая колоноскопия в течение последних 5 лет, в дальнейшем выявляется рак. То есть в течение вот этих 5 лет. То есть это значит, что, скорее всего, эта патология предраковая была пропущена на колоноскопии. И от 6 до 30% полипов также пропускается. Конечно, здесь зависит и от формы, и от размеров этих полипов, и от внимательности осмотра. Но цифры, они неумолимо показывают правду. Соответственно, колоноскопии мы должны предъявлять повышенные требования, повышенную внимательность. Есть прям целый перечень требований, которые должны выполняться при скрининговой колоноскопии. Это должна быть тотальная колоноскопия. Мы обязательно должны зайти в купол слепой кишки, убедиться, что мы именно там, посмотреть все складки. Очень важно выполнять фотофиксацию исследований. Это и для самоконтроля, и для дальнейшей передачи данных. Вообще, очень важно сделать единую базу данных, чтобы каждый доктор мог посмотреть, что же там другой доктор нашел у этого пациента конкретно на колоноскопии. Мы должны достаточно медленно выводить эндоскоп для того, чтобы была возможность посмотреть все складки, покрасить, применить другие фильтры и подробно изучить структуру слизистой. Кроме того, особые требования предъявляются к качеству эндоскопического оборудования. То есть осмотр фиброоптикой уже недопустим для скрининговой колоноскопии. Осмотр должен быть только в HD-качестве. Кроме того, очень важные требования предъявляются к подготовке пациента. Не бывает скрининговой колоноскопии, если пациент не готов к ней. Невозможно полностью отмыть всю слизистую так, чтобы достоверно убедиться, что за каждой складкой нет полипа. Поэтому это и ответственность пациента. Это работа с пациентом, чтобы он понимал, зачем, как и что мы будем делать. И это должен быть обученный специалист. В Англии целая когорта эндоскопистов нацелена и обучена исключительно скрининговой колоноскопией. Они больше ничем не занимаются. Это специально обученные люди, которые занимаются исключительно скрининговыми программами. И они постоянно повышают свое образование для того, чтобы выявлять предраковую патологию. Такие высокие требования к качеству колоноскопии предъявляются не просто так, а потому что мы работаем со здоровым населением. То есть это не больные, безнадежные люди, у которых это уже терапия отчаяния. Это здоровое население. И мы должны быть уверены в качестве колоноскопии, чтобы ничего не пропустить. По данной диаграмме видно, что только после извлечения эндоскопа более 6 минут, то есть время осмотра должно занимать более 6 минут, чтобы значимо повысить ПДР. Это полип детекшн рейт. Это частота выявления полипов. Только более 6 минут мы видим уже какой-то всплеск этой выявляемости. И если присмотритесь к картинкам снизу, и в одном, и во втором случае выглядят как будто обычные складки, но здесь уже есть ранняя карцинома. И очень важно ее не пропустить, потому что иногда это достаточно сложно. Про качество эндоскопов одно слово. По данным статистики видно, что только при осмотре в HD-качестве мы можем повысить уровень выявляемости полипов и выявляемости аденома. И это достоверные цифры, которые сложно недооценить. Итак, мы нашли полип. Ура! Что с ним делать дальше? Как эта модель сейчас выглядит у нас в стране? Итак, колоноскопия с наркозом, которую кто-то оплачивает. Мы находим полип. Мы выполняем из нее биопсию для гистологического исследования, потому что в другой ситуации пациента дальше не возьмут ни на одну терапию. Это тоже кто-то оплачивает. Дальше пациент идет на консультацию к хирургу, проктологу, онкологу. В зависимости от ситуации тоже оплачивается. Онколог дает ему направление 057У, дает направление на все анализы, которые пациент идет и ответственно сдает в свою поликлинику, которые тоже достаточно дорого стоят. Дальше он идет на дообследование, там УЗИ брюшной полости, КТ. Опять же финансовая нагрузка, пусть и не на пациента, но кто-то же должен за это заплатить, а именно система ОМС. После этого он идет к терапевту, тот дает ему разрешение на операцию, и ура, наконец-то пациент оказывается в стационаре. В стационаре пациент проводит несколько дней, за него тоже кто-то платит. Пациенту опять выполняется колоноскопия, опять выполняется наркоз, и только после этого, во время этой процедуры, пациенту наконец-то выполняется полипектомия с дальнейшим гистологическим исследованием. Посмотрите, какой огромный путь пациент проделывает от скрининговой колоноскопии до, наконец-то, удаления этого полипа. Это просто какой-то ужас на самом деле. А как должно быть? Все вот эти этапы должны быть пропущены. Пациент должен прийти на колоноскопию, один раз получить наркоз, один раз пройти подготовку, найти полип, сразу его удалить и отдать на гистологическое исследование. Это должно быть вот так. То есть колоноскопия, нашли полип, удалили полип, получили гистологию, и дальше решаем уже по полноценному гистологическому материалу, что нам с этим пациентом делать дальше. Требует он какой-то дополнительной помощи или не требует. Кроме всего прочего, когда мы удваиваем количество процедур, мы повышаем риски от самой инвазивной процедуры колоноскопии, мы в два раза увеличиваем ему риски от внутривенного наркоза, а частота осложнений при холодной, допустим, петлевой полипектомии, она на самом деле не превышает частоту осложнений при щипцевой биопсии. То есть эти методики показывают примерно одинаковые цифры отсроченных кровотечений, допустим. И этот процент достаточно низкий, поэтому удалять полип сразу – это не страшно. И удаление полипов при первичной колоноскопии – это не только дешевле для всей системы ОМС, но и безопаснее для конкретного пациента. Если обратиться к нашим результатам, то с 2018 года было проведено более 3,5 тысяч полипектомий в амбулаторном режиме разных размеров, разные методики, и не было осложнений. И да, наверное, когда-то они будут, но этот процент настолько ничтожен, что, наверное, нет смысла загромождать вот эту систему помощи пациенту. Мы тратим намного больше денег и ресурсов на одного пациента, которому мы несколько раз делаем одну и ту же процедуру для удаления полипов, чем если бы удалили их сразу. И достаточно налазить какую-то логистику, чтобы вот этот маленький процент осложнений, ну, чтобы мы знали, что с ним делать. Могли отправить в какое-то конкретное учреждение, где ему помогут бороться с этими осложнениями. Повторюсь, процент крайне низкий, поэтому, ну, наладить вот эту логистику, наверное, не доставит какого-то значимого ущерба здравоохранению и труда конкретным специалистам. Итак, пока в рамках скринга рака толстой кишки есть вот большое загромождение ненужными процедурами. И нам действительно есть куда двигаться. Нам очень важно стремиться к скрингу первого уровня, то есть выполнять колоноскопию всем лицам достигшего определенного возраста. Нам нужно этот возраст стараться снизить и большую когорту пациентов приглашать к скрингу. Потому что только так мы добьемся реально значимых снижений цифр рака толстой кишки. Мы должны стремиться именно к одномоментной полипектомии при скринговой колоноскопии сразу, во время амбулаторной колоноскопии. И, конечно, мы должны работать над повышением комфортного выполнения колоноскопии, потому что в данный момент пациенты действительно боятся, их пугает эта процедура, их пугает, что она почти везде в амбулаторной практике выполняется без наркоза, хотя сделать наркоз – это не такая большая задача. Тут именно важно наладить обеспечение кабинетов эндоскопических. И, в принципе, сейчас пока все достаточно грустно, но эти конференции и проводятся именно для того, чтобы мы могли сдвинуться с мертвой точки. Спасибо. Продолжение следует...